МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Журналистика в эпоху интернета. В закон о СМИ внесут изменения. Марина Джалая узнала, чем вызвана такая необходимость и что по этому поводу думают гомельчане. Обычная жизнь и особенные дети. Светлана Князева поинтересовалась возможностями для инклюзивного образования в Гомеле. В плену иллюзий о том, насколько остра проблема наркозависимости в нашем регионе и какие способы лечения предлагает современная медицина, наше актуальное интервью. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. В закон о средствах массовой информации внесут изменения. Интернет-ресурсам предложат добровольную регистрацию. Комментаторов планируют идентифицировать, а на телеканалах ввести как минимум 30% белорусский контент. Как это будет действовать на практике и что думают по поводу изменений гомельчане, узнавала Марина Джалая. Как планируются изменения и дополнения в закон о СМИ, внесенные в Палату представителей, депутаты начнут рассматривать 19 апреля. Интернет-ресурсы предлагается регистрировать в добровольном порядке. Отказавшиеся, возможно, не смогут получить аккредитацию на пресс-конференции мероприятия, которую проводят государственные органы. Проект закона предусматривает равную ответственность как для медиаресурсов, так и для тех, кто без регистрации выполняет их функции. То есть, кто бы ни опубликовал, допустим, непроверенную фейковую новость, обязательно понесет за это ответственность. Главная идея – максимально уравнять в правах и обязанностях СМИ и площадки, которые к таковым формально не относятся, но по сути ими являются. Изменения в закон о СМИ ждут и сотрудники правоохранительных органов. Появление на страницах, в первую очередь, электронных изданий, непроверенной информации – проблема и для них. За комментарием мы отправились к прокурору Гомельской области Виктору Морозову. Действительно, хотелось бы поговорить об ответственности СМИ, в первую очередь электронных СМИ, за ту информацию, которая подается с их страниц. И в моей практике были случаи, когда недостоверно освещались уголовные дела, которые рассматривали судьи. И сегодня, исходя из громких процессов, которые сегодня проходят в судах Гомельской области, у нас есть примеры, когда буквально на следующий день, после показания в суде, конкретных обвиняемых, конкретных свидетелей, конкретных потерпевших, тут же, с указанием фамилий, в электронных СМИ, у нас подвергается анализу вот эти показания. Берутся под сомнение и так далее. Иначе, как вмешательство в рассмотрение уголовного дела, я это и не рассматриваю. Потому что закон сегодня гласит о том, что никому не дано право вмешиваться в ход рассмотрения судебного дела. И за это есть соответствующая ответственность, у нас в законодательстве предусмотрена. Поэтому я бы даже сказал, что не то, что некорректно, это преступно сегодня необъективно освещать ход правосудия. Еще одно заметное нововведение – идентификация комментаторов. Как вариант, человек, который пишет комментарии, сможет публиковаться точно так же, как и сегодня, под ником. Но в то же время у владельца интернет-ресурса будет находиться реальная информация о данном пользователе. Регистрация на форумах существует и сейчас. Нужно заполнить специальную форму, указать электронную почту и таким образом получить доступ. Вместо этого планируется ввести СМС-идентификацию. Разработчики изменений в законах СМИ при этом исходят из следующего. Тот, кто не позволяет себе хамить, не нарушает закон, не призывает к насильственным действиям, не пропагандирует жестокость, не побоится зарегистрироваться при помощи СМС и высказать свою точку зрения. И обратная ситуация. Если человек прочитал о себе комментарии на форуме и не согласен с ним, то здесь поможет такая норма. На сайте должны быть указаны четкие реальные координаты владельца интернет-ресурса. Пользователь сможет связаться с ним или его представителем и обсудить свою проблему. Если она не решится, следует действуя точно так же, как и сегодня, обращаться в Министерство информации напрямую или через правоохранительные органы, в зависимости от сути вопроса. Если владелец и в таком случае не решит проблему, то до разрешения ситуации доступ к сайту может быть заблокирован. Кстати говоря, бывают очень серьезные ситуации, когда специалисты обязаны действовать очень быстро. Например, если в соцсети обнаружен паблик, склоняющий детей к суициду. Здесь же, к примеру, странички мошенников, которые буквально грабят излишне доверчивых людей через схему микрокредитования. Степень доверия информации, размещаемой на интернет-ресурсах, это интересная тема для обсуждения. Наша съемочная бригада решила поговорить об этом с жителями Гомеля. Результатом общения стал следующий диалог. Процентов на 20 я не доверяю, потому что я и сам не являю, не такой досвеченный человек. Хоть я сам в комментариях редко-редко уделюсь его, потому что, ну, а то, какая информация там державная, чья, какая, ну, политическая, то просто читаю и сам сам веду, так это или нет. Процентов на 50. Я читаю новости в интернете, их, как бы, много, но не доверяю, потому что, ну, как, там много чего может быть и сплетней всяких. В интернете новости читаете? Читаем. Не часто, но читаем. А расскажите, вы всегда доверяете новостям, которые... Нет, не всегда. Очень много там неправды. Ничего мы ловим оттуда. Подтверждаем, потом телевидение. Ну, я сам выбираю информацию, которую читаю, поэтому ту, которую читаю, думаю, да, доверяю. Ну, а вообще, читаете новости, и вы видите сразу, что вот этим можно доверять, этим нет. То есть, бывает? Ну, ну, все зависит от источника, в первую очередь. А вы выбираете источники с проверенной? Ну, конечно, уже проверенный на опыте, который уже неоднократно читал и в прошлом читал. А как вы относитесь к комментаторам, которые... Комментаторам? Ну, сколько людей, столько и мнений. Нужно, в первую очередь, иметь свое мнение и на свое полагаться, а потом уже чужое смотреть. Участвуете ли в комментариях? Нет, нет, нет. Только читаю. И все. Сколько людей, столько и мнений. Поэтому лучше оставаться при своем мнении и ничего не писать. Доверяю. Часто читаю сайты наши, гомельские. Например, сайты газет. Тоже это может быть в соцсетях. Что касается белорусских СМИ, то считаю их недостаточно информативными. А если подоверяют, то, в принципе, на государственных СМИ информация достаточно достоверная, а на таких оппозиционных там в основном фейки, так называемые, вставляют. А если брать новости из социальных сетей, то там им доверять это себе не верить. Конечно, сколько людей, столько и мнений. Но все же хотелось бы, чтобы каждое мнение, прежде чем появиться в общем доступе на страницах интернет-ресурсов, пропускалось через моральные фильтры, будь то информационный текст или комментарий к нему. Марина Джалая, Валерия Капанько, Евгений Макенко, Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях, уходящих с 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Аграрии Гомельской области первыми в стране приступили к севу льна. Белорусский шелк выращивает филиал открытого акционерного общества «Гомель-Лен-Кармянский льнозавод». Площадь под эту культуру на этот год более 3000 гектаров в четырех районах юго-восточного региона. Аграрии провели обработку почвы и внесли удобрения. Семена заготовлены в полном объеме, на этот 400 тонн. Ранний старт позволит убрать урожай раньше срока, а значит, избежать потерь. Депутаты Гомельского областного совета провели вторую сессию на повестке дня 17 вопросов от установления размера единого налога до утверждения новых редакций ряда региональных программ. Главная цель повышения их эффективности в комплексе мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, активизация диалога бизнеса и государства, мониторинг эффективности деятельности предпринимательских структур, формирование пакета базовых услуг, которое безвозмездно будет предоставляться начинающим предпринимателям. На сессии принято решение об установлении ставок единого налога, кроме того, в центре внимания мероприятия по содействию занятости населения, опросы содержания автомобильных дорог, демографической безопасности, образования и молодежной политики. Помощник президента Республики Беларусь инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и депутат Палаты представителей Национального собрания Николай Васильков провели в ветке горячую телефонную линию и личный прием жителей региона. Благоустройство дорог, организации вывоза мусора в сельской местности, несогласие с оценочной стоимостью приватизированного жилья. Вопросы, с которыми пришли на прием жителей региона, касались самых разных сфер. Некоторые из них решены на месте, другие будут рассмотрены дополнительно. Главное требование это строгое соответствие законодательству. В Гомеле наградили победителей конкурса лучшие товары Республики Беларусь 2017 года. Церемония состоялась в рамках Регионального дня качества. В числе лауреатов Республиканского конкурса 27 предприятий нашего региона. Дипломами отмечены 38 товаров в 5 номинациях. Наградили также победителей по специальным номинациям лучшие в регионе и стабильное качество. Кроме дипломов производители получают право размещать логотипы конкурса в рекламе и на упаковке своей продукции. Проблема наркотизации признана ООН третьей по значимости угрозой для человечества после ядерной и экологической. И это понятно. Ведь именно наркотики каждый день ломают судьбы, толкают на преступления, лишают жизни. Что говорит статистика о ситуации в регионе и как работать на снижение вреда. Об этом в интервью программе рассказал заместитель главного врача Гомельского областного наркологического диспансера Кирилл Остряков. Наркотизация. Эксперты отмечают, что ситуация в стране находится на уровне умеренного ухудшения. Что это значит? Может быть, имеется в виду, что количество выявленных наркопотребителей, лиц, страдающих наркотической зависимости, увеличилось за последние три года в полтора раза. Я бы со своей стороны отметил, что ухудшение связано с тем, что на территорию республики пришли дизайнерские наркотики, так называемые спайсы, соли. А почему они дизайнерские? Это синтетические наркотики. Это синтетические наркотики, которых можно менять в различных положениях атомы, и они от этого меняют немножко свои свойства, но суть от этого не меняется. Сложность заключается в том, что выявить их у наркопотребителей в организме довольно сложно, и не все они зарегистрированы как опасные психотропные вещества, потому что на это требуется достаточно много времени, чтобы провести экспертизу, внести их в соответствующий республиканский перечень опасных наркотических и психотропных веществ. А химия настолько развита, что эти вещества меняются очень быстро. Что говорит региональная статистика о ситуации здесь, в Гомельской области? В Гомельской области учетных наркоманов стало меньше в этом году на 100 или с небольшим сравнением с прошлым годом. Ситуация может быть объяснена двояко. С одной стороны, наркомания может стать латентной, то есть скрытой, и требуется дополнительное усилие от всех субъектов профилактики, правонарушения. Кто-то не обращался, кого-то не зафиксировали. Безусловно, это так и значит. С другой стороны, насколько я знаю, управление внутренних дел очень плотно занимается проблемой выявления наркотрафика, и довольно успешно, больших успехов добилось оно в 2017 году, поэтому я могу сказать с уверенностью, что, возможно, это заслуга совместных усилий здравоохранения и управления внутренних дел. Но и законом предусмотрена достаточно жесткая ответственность и за хранение, и за распространение, и за употребление. Все-таки о ситуации в регионе. Что представителей медицины беспокоит больше всего? Представители медицины беспокоят больше всего то, что вовлекается на сегодняшний день лица молодого возраста. Это преимущественно 14-25 лет. Причем как и девушки, так и юноши. Большое недоумение всегда и боль в сердце возникает от того, когда ты сталкиваешься с детьми лет 12-13, которые доставлены с отравлением наркотическими средствами в отделении токсикологии и реанимации. Это правда, что реабилитации поддается всего 4% наркозависимых. Как быть с остальными? Это не совсем верное утверждение. Помочь мы можем любому наркозависимому, который испытывает или нуждается в этом. Но который этого действительно хочет. Да, который этого действительно очень хочет. По статистике же ремиссия, то есть стойкое улучшение наступает у 30-40% наркозависимых людей. Но это дело всей жизни для тех, кто с этим борется? Дело в том, что наркоман, если он остается им на всю жизнь, вопрос в том, потребляет он наркотики, продолжает он их потреблять или он прекратил их потребление. Только в случае полного отказа от наркотических средств он может восстановиться в социальном плане, может восстановить свою семью, может трудоустроиться, может начать нормальную человеческую жизнь. А вот еще тема для разговора. Заместительная метадоновая терапия. Другими словами, как часто путая, называют ее лечение наркомании наркотиками. Давайте расставим все точки над «и». Да, метадон применяется, это наркотик, применяется у лиц, страдающих наркозависимостью, у тех, кто неоднократно пытался вылечиться, кто проходил неоднократные курсы реабилитации, но безуспешно. Целью заместительной метадоновой терапии является снижение вреда, то есть снижение распространения ВИЧ-инфекции и снижение криминализации в этой среде. То есть другими словами, человек, который получает свою порцию метадона, он под контролем, он не пойдет совершать преступление в поисках дозы? Совершенно верно. Ему нет нужды красть, грабить, убивать, для того, чтобы добыть себе средства на приобретение новой дозы наркотика. Этот наркотик он получает, этот наркотик не вызывает эйфоризации, как, скажем, опий, и позволяет ему функционировать как обычному человеку. метадонная программа помогает людям в том числе отказаться от наркотиков вообще, но этот процесс достаточно длительный, он занимает годы. То есть это своего рода шанс на новую жизнь. Спасибо большое за интервью, успехов и до встречи в эфире. Спасибо. Здоровому человеку сложно представить, что значит, например, почти ничего не видеть или не слышать. А между тем, в Гомельской области 24 тысячи детей с особенностями психофизического развития. Синдром Дауна, аутизм, нарушение функции опорно-двигательного аппарата. Приговор или мощный стимул развиваться и жить дальше. К особенным детям особый подход. Инклюзивное образование это шанс получать знания наравне со здоровыми детьми. О моделях обучения детей с особенными потребностями репортаж Светланы Князевой. Где собачка? Собачка. А где петушок? Вот сколько зверя пришли в гости к Толю. Толя молодец. Толя особенный ребенок или, как называют еще таких малышей, солнечный. При рождении врачи поставили диагноз синдром Дауна. Но благодаря любви, вниманию, работе родителей, мальчика и специалистов Гомельского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации диагноз не стал приговором. Сегодня Толя показывает прекрасные результаты в обучении и совсем скоро пойдет в детский сад. А вот трехлетняя Вика посещает Гомельский ясли сад номер 141 с сентября. Среди детей девочка выделяется только, пожалуй, своими удивительными конструкторскими способностями. Специалисты говорят, чем раньше удается начать работу с детьми с особенностями психофизического развития, тем лучшие результаты они покажут. Именно поэтому в Гомельской области функционирует система межведомственного взаимодействия всех заинтересованных служб. Роль на себя берет центр такого координатора и прогнозирует маршрут обучения каждого конкретного ребенка по этапам. Так вот, мы можем говорить о том, что у нас сегодня от нуля до трех лет все дети учтены, стопроцентные. Мы вообще можем говорить о том, что все дети СУПФР охваченные специальным образованием на всех уровнях. Они имеют возможность получить помощь специальную как в учреждениях дошкольного образования, так и в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. В Гомельской области более 24 тысяч детей с особенностями психофизического развития. Сеть специального образования в нашей области сформирована и эффективно работает. Она представлена как учреждениями специального образования, это интернаты, центры коррекционно-развивающего обучения, так и интегрированными формами обучения на уровне дошкольного и общего среднего образования. Так, в средней школе номер 72 Гомеля обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Еще на этапе планировки школы были предусмотрены пандусы на каждом этаже, а также лифт. В целом, в Гомельской области в общеобразовательных школах и классах интегрированного обучения по специальной программе занимается 2200 детей. Про классы инклюзивного образования пока можно говорить лишь в рамках эксперимента. Так, в 2014 году Гомельская средняя школа номер 5 стала экспериментальной площадкой Министерства образования по апробации модели инклюзивного образования. Сегодня в школе работают два таких класса. Ребята обучаются по программе общего среднего образования по специально разработанному и утвержденному Минобразованием учебному плану. Все наши ученики с особыми образовательными потребностями справляются с программой общего среднего образования. Это первое. Второе. Они являются полноправными участниками детского коллектива. И третье. Они полностью социализированы и чувствуют себя гармонично, спокойно, востребовано и легко. С 2015 года в Беларуси действует концепция развития инклюзивного образования. На первом этапе ее реализации разрабатывалось правовое, научно-методическое обеспечение, готовились кадры, проводились эксперименты. В этом году начался второй этап. Он предусматривает увеличение количества учреждений в сети, в которых будут открыты инклюзивные классы. На третьем этапе с 2020 года планируется увеличение количества таких школ. Тем временем в Гомельском центре инклюзивной культуры всего за год созданы 20 коллективов, по 25 человек в каждом. 30% участников – люди с ограниченными возможностями. Они – постоянные участники городских мероприятий и сами являются организаторами областных, республиканских и международных фестивалей-конкурсов. Только на этот год запланировано 5 фестивалей. Дети, которые нам приходят, их становится с каждым днем больше. И это очень здорово для всех нас. Мы ставим их в центр, в центр произведения художественного, пускай это хореография, пускай это вокальные произведения. И таким образом они чувствуют себя важными, значимыми. Я хожу в центр инклюзивной культуры, хожу, изучаю жестовый язык, хожу в изо-студию «Палитра» к Василию Андреевичу Сидоренко. Мне нравится рисовать. Невозможно равнодушно смотреть в глаза этих детей, так широко открытых миру. Помощь, поддержка, забота и любовь способны творить чудеса. У каждого из этих особенных детей есть шанс добиться успеха. Как, например, чемпион Паралимпийских игр 2016 в плавании Владимир Изотов. С вырожденной ядерной катарактой он постепенно шел к своей самой большой победе в спортивной карьере, завоевав бронзу, серебро и золото Паралимпийских игр. Нарушение зрения не стало преградой на пути Владимира Изотова к собственному успеху. Сегодня он олимпийский чемпион, успешный музыкант, муж и отец двух замечательных дочерей. И наверняка у него есть дельный совет по поводу того, как не потеряться в этой жизни, несмотря ни на что. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Так каков же он успех, секрет успеха от Владимира Изотова? Ну, пожалуй, не унывать ни при каких обстоятельствах, которые случались бы в жизни в целом. Саморазвиваться постоянно, быть в движении, ну и быть уверенным в себе. Это, пожалуй, самое основное, что требуется в этой жизни. Светлана Князева, Александр Харлампов. Новости недели. Далее в программе обзор культурных событий. На уходящей неделе в кинотеатрах региона стартовал прокат художественного фильма под названием «Не игра». Картина создана на киностудии «Беларусьфильм» и посвящена столетию вооруженных сил Беларуси. А в картинной галерее Гаврила Ващенко представили «Сто чудес света». Это яркий выставочный проект, который состоит из ста фотографий, объединенных единой идеей. Весь мир – это чудо. Стоит только внимательно оглядеться вокруг. С подробностями наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. На уходящей неделе в Гомеле стартовал 15-й юбилейный городской пасхальный фестиваль. Он продолжится до конца мая. Во время его проведения запланировано около сотни разнообразных, интересных и познавательных мероприятий. Старт фестивалю был дан яркой концертной программой на сцене Гомельского областного драматического театра. Своё творчество зрителям дарили лучшие любительские и профессиональные коллективы города над Сожем. Пасхальный фестиваль – это настоящий праздник веры, который объединяет людей единой духовной темой Воскресения Христова. В программе фестиваля – выставки, благотворительные акции, встречи, паломнические поездки и экскурсии к культурно-историческим памятникам и православным святыням. В рамках проведения фестиваля в Гомельской центральной городской библиотеке имени Герцена представили праздничную выставку под названием «Пасхальный сувенир». Здесь разместились детские творческие работы, игрушки, куклы, цветочные композиции, изделия в технике докупаж, а также редкие пасхальные открытки конца XIX – начала XX веков. А в картинной галерее Гавриила Ващенко тем временем открылась фотовыставка «Сто чудес света». Это яркий и увлекательный проект, который демонстрирует захватывающие снимки самых разных уголков земного шара. Сто фотографий, разнообразных по своей тематике, но объединенных единой идеей. Мир – это чудо, стоит только внимательно посмотреть вокруг. В свою очередь, в Дворце Румянцевых и Паскевичей представили выставку растений в технике бонсай. Это уникальное японское искусство выращивания точной копии деревьев в миниатюре. На этот раз известный в нашем регионе мастер Дмитрий Вихарев свои авторские живые композиции преподнес в тесном переплетении со сказками Востока. В кинотеатрах страны и нашего региона на уходящей неделе стартовал прокат художественного фильма «Не игра». Картина создана на национальной киностудии «Беларусьфильм» и посвящена столетию вооруженных сил Республики Беларусь. «Не игра» – это молодежная патриотическая драма, центральные темы которой – дружба, любовь, преодоление себя, героизм и подвиг. Зрители увидят танковые сражения, реконструкции боев времен и Великой Отечественной войны. Тем временем международный конкурс «Ренессанс гитары» в 13-й раз собрал в Гомеле мастеров и любителей гитарной музыки. География творческого состязания – обширное выступление музыкантов, также оценивала интернациональное жюри. Следующая неделя обещает быть не менее яркой. Гомельский областной драматический театр проведет обменные гастроли с Орловским государственным театром «Свободное пространство». В исполнении приглашенных артистов, жителей и гостей города над Сожем ждет сразу четыре интересных спектакля для детей и взрослых. Тем временем камерный хор областной филармонии на следующей неделе приглашает зрителей на свой пасхальный концерт. Он состоится в Гомельском дворце культуры «Железнодорожников». Музыкальная программа пройдет под управлением художественного руководителя и главного дирижера коллектива, заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Елены Соколовой. Здесь же в Гомельском дворце культуры «Железнодорожников» на следующей неделе запланировано выступление грузинского театра танца «Леджи». Ритмичные движения, высокие прыжки и сложные пируэты. На сцене развернется впечатляющее шоу. Отточенное мастерство, сочетание вековых традиций и современных танцевальных техник принесли коллективу из Грузии поистине заслуженную мировую славу. С самыми интересными культурными событиями региона воззнакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире!